добрый день уважаемые вязальщицы я рада вас приветствовать на моем youtube канале канал посвящен вязанию называется емеля нитинг сегодняшний выпуск посвящен пряжи которую я купила в последнее время в большом количестве хочу вам рассказать что я купила почему для чего и мой какой-то небольшой опыт с которым я могу с вами поделиться с радостью давайте начнем будем смотреть вот эти все пухлые новинки всю эту красоту начнем давайте тогда вот я взяла в руки моток мохера это мохер производитель лана гросса силка в его составе мохер с шелком 70 мохера 30 процентов шелка нитка тонкая мягкая пушистая цвет 042 и цвет 082 кто уже видел мои видео по шапкам тут наверное знает что вот такую шапку я связала ранее градиентную тыковкой и я ее сейчас буду повторять эту шапку шапку буду повторять на заказ буду также вязать в 3 нити это мне будет нижняя часть шапки плавно переходящие вот в такую березовую макушку я уже несколько шапочек связала из мохера и могу сказать что ну вот этот мохер гораздо более мягче например если сравнивать мохер с производителем пи би 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 или drops хотя там тоже матки мохера на шелке но вот от этого лоб не чешется у каждого конечно свой порог чувствительности но я сужу по себе и могу сказать что вот это очень мягкий мохер конечно есть производители рован и другие они конечно не будут уступать лана гросса но если сравнивать с другим производителем которые чуть дешевле пряжи то там они будут более колючей наверное это из-за качества сырья которое приобретается для изготовления пряжи но мы сейчас не об этом также о мохере я купила вот такие матки я показываем по одному цвету только где попался 2 их у меня большего количества есть я купила вот такие два моточка сделаю ну не на моточка два цвета сделаю из них палантин производитель экофил пряжа съела их лана гата мохер рояль причем я специально подбирала вот такой лавандовый цвет и голубой по мотофиалковый до небесный вот с таким цветовым сочетанием и я выбирала между вот этот голубой между тоже экофил и лана гата я дала предпочтение вот эту матку потому что здесь нитка основания на которую намотан мохер она совпадает с цветом мохера то есть бывает мохер а продается у которого сама нить она белесая а сам мохер намотанный ну своего цвета и например вот в этом в экофиле был тоже голубой и там была нитка вот эта основная она белесая я поэтому брала этот но вот этот мохер он на полиамиде то есть шнур этот полиамидовый не шелковый 80 процентов мохера 20 полиамида что касается длины длина точно такая же как у большинства мохеров 25 215 здесь 25 212 идентичная длина по ощущениям по мягкости может быть он немножко более колючий могу сказать да он более сухой чем это съела хотя вот так вы берете на ремонток лана гросса она не чувствуется вот эта мягкость полотна которая приобретается после стирки в изделии поэтому я думаю после стирки к тому же для палантина вполне будет подходящий такой состав и даже если пряжа немного колкая но вот это помягче значит экофил чем лана гата мохер рояль на полиамиде также хочу говорится что от цвета к цвету мягкость нитки отличается и есть такое убеждение ли это правда такое правило что чем темнее нить тем жестче она ну я бы не сказала вот странно что бывает в одной тональности пряжа просто друг разного цвета но жесткость у них разная поэтому каждую пряжу нужно щупать если вы берете например одного и того же производителя разного цвета то совсем не обязательно что мягкость у них будет идентичная вот может быть вам нужен цвет давайте скажу вот этот голубой лана гата это цвет 21 19 этот лавандовый экофил 1617 вот такой мимо хер такие вот запаса мне предстоит их реализовать и завязать отложу в сторонку давайте приступим вот к этой пряжи поэма у нас кадре у них два матка разного цвета так и положу поэма филате де артиста с экстра файн мериносовой шерстью стопроцентная мериносовая шерсть это пряжа ровница скрутка не классическая ровница 150 грамм 600 метров до стирка вручную на ровной поверхности очень слабым утюгом можно утюжить это пряжа градиент на так свету повернул красивый секционный градиент в самой самой серединке вот такой винный оттенок я видела фотографии готовых таких изделий смотрите конечно очень эффектно производитель лэнс дюмерт цвет 23 у этого матка цвет 26 получается переходит от но вот такого ягодного цвета к оливковому очень красивый цветовый цветовой переход планирую связать из этих мотков из каждого по палантину по бактусу буду вязать от нижнего угла чтобы цвет переходил значит от низа к лицу и по размерам пока еще не могу точно вам сказать какой размер получится у платков когда я эти изделия изготовили обязательно об этом расскажу покажу сниму видео она имеет немного разную толщину по всей ее длине плотне это будет так как красоту придавать естественного такого плетения вот такие два тортика пухлые мягкие также этой осенью мне посчастливилось познакомиться с пряжей инкотопс пряжа анта это у нас пряжа изготовлена в перу альпака стопроцентная super fine на ощупь моток может показаться немного колючим хотя даже я бы сказала что не колючий мягкий и после стирки пряжа становится еще более мягкая и совсем не колется в обзоре шапок связанных вот за недавний период за осенний я примеряю такую шапку вот с этой пряжи параметры пряжи в 50 граммах 150 метров вы можете посмотреть вот например к моему к телу к цвету кожи что очень близко по тону смотрится очень красиво на самом деле здесь есть небольшие такие сиреневые включение лавандовые такие бледно-сиреневые да и розовые желтые даже слегка оливковые такие суровые какие-то такие оттенки красивый меланжевый то я очень довольна вот этой пряжей также я взяла такой ярко бирюзовый цвет цвет девятьсот восемьдесят шесть у этой цвет 72 вот из этого я еще не до конца не знаю что буду вязать хотела или шарф или палантин потому что возможно для шапки это будет слишком ярко не знаю как она передается на камере но в жизни она имеет ну вот такой ярко бирюзовый цвет светло бирюзовый для палантина для шарфа будет очень красиво я считаю можно еще сочетать с белой такой пряжей точнее там даже не белая суровый цвет он называется он будет очень красивым такими планы еще одно из моих приобретений это пряжа производителя сиан называется валенсия это полушерсть длина у нее 50 граммах 125 метров то есть для меня это классический меринос который я часто очень использую рекомендуется спицы три с половиной четыре но я и буду вязать на тройке чем не приглянулась вот эта пряжа модель валенсия тем что у нее очень широкая богатая цветовая палитра очень много цветов полутонов например вот только бордовых и винных каких-то ягодных цветов у них порядка четырех только там вот например винный вот это там брусничный старое вино бордо еще 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 мне очень нравится в принципе производитель сиан он подороже чем например лана гата но по цвету считаю вот по цветовым палитрам он конечно на голову выше вот этого производителя лана гата если вам нужно кида сложные подобрать цвета и подобрать какую-то широкую палитру найти то вот в сиаме вы точно найдете этот производитель дешевле чем лана гросса почему их сравним потому что в лана агроса тоже очень богатая палитра на каждый вид пряжи но тем более на беренос там вы найдете все какие угодно цветовые сочетания и в сиаме тоже очень много цветов и причем они все сложные и красивые с каким таким благородным блеском несмотря на то что это полушерсть нет какого-то некрасивого блеска в этой пряжи все смотрится очень достойно и пристойно и благородно хорошая пряжа не знаю будет ли она скатываться вот в принципе моточек лежит я его пока не трогала но есть конечно такой пушок по поверхности но надеюсь нитка акрила синтетическая нить она поможет мериносу сохранить стойкость в носке ну вот так она пушится примерно на уровне с мериносом может быть даже чуть чуть ближе к альпаки но не так пушится ближе к мериносу может быть чуть чуть побольше подлиннее вот эти волокна наверное это синтетические волокна которые выходят на воду совершенно длинные я думаю не скручивать меринос и держат его в нитке такая пряжа это пряжа малабрига меча для моей модели шапки хватает одной пасмы одна пасма одна шапка у меня уже есть опыт значит применение этой пряжи на практике могу сказать что это очень нежная шелковистая пряжа вне всяких сомнений достойная самая шелковистая наверное из мериноса вот у меня приобретали девочки шапку из этой пряжи и говорят а чего чего там чешется от всего человека голова вот от этой пряжи из этой шапки не лопнет чешется и очень приятно носить ну могу сказать она имеет такое тоже конечно благородные блески когда впервые вообще потрогала вот эти пасмы на ощупь такое впечатление что вы щупаете шелк а в полотне оно становится еще более шелковистое и после стирки ну прям потрясающе волшебная пряжа это пряжа ровница поэтому нужно понимать что у нас склонная к пилингу могут появляться катышки шерсти которые сваливаются по поверхности это норма для мериноса тем более эту пряжу нужно будет раскрутить пасму и скрутить смотать в моток потому что из пасмы конечно вязать невозможно если вы приобретаете эту пряжу и магазин предоставляет такую опцию дополнительную к покупке как перемотка в мотке то я бы вам конечно это порекомендовала сделать потому что перематывать ее достаточно но не трудно ну так как бы неинтересное нудное занятие нужно найти какой-то крючок когда вы разматываете пасму там дальше вот так я вешаю на крючок нужно разровнять повесить ее длинным кольцом скрученным и постепенно постепенно сматывать моток вот этот цвет который сейчас держу в руках называется поляр морл 009 характеристики пряжи следующие вес пасмы 100 грамм 120 метров то есть в 50 граммах если так соотносить на какие-то мотки короткие чтобы легко было понимать 50 грамм 60 метров но одной пасмы хватает на одну шапку но без отворота хотя смотря как вы вяжете вот я буду вязать шапку у меня кстати тоже есть видео урок вы можете посмотреть на шапку из вот такой пряжи шапку мне вяжется резинка внизу без отворота и далее косы по всему куполы шапки и вот хватает одной как раз пасма рекомендуют спицы вот шесть восемь значит вот такой цвет полармор 009 следующий цвет вот такой темно-темно синий как черная ночь здесь есть насколько видно вам нет на камере черные включения темно-темно синие и видите вот этот белесость которая проступает сквозь синеву это сама пряжа она не прокрашивается как бы внутрь так как волокно мериноса достаточно пористое вот смотрите вот видите какая белая внутри и краска внутрь не проступает то есть для этой пряжи вот для мечи это норма вся пряжа темного цвета светлая так как у нас это не так видно но она вся вот такой имеет вид внутри она не прокрашена данный цвет 052 парижская ночь Paris night очень красиво и третья пасма такая фуксия с включениями сиреневого бордового синего называется 874 цвет пейсанду могу сказать что я старалась выбирать пасмы достаточно близкого цвета вот внутри одной пасмы есть пряжа у малабрига вот меча которая цвет имеет у одной пасмы там будет ты не знаю цветов 10 наверное вот какие угодно могут быть полутона тона яркости там бледности сочетания по-моему у нас у них цвет называется орликина какой-то там попугай как аду не помню и там конечно цветов великое множество в одной пасме я старалась выбирать ну ближе что ли к меланжу к эффекту меланжа вот это самое яркое которое выбрала очень нравится мне вот эти цвета вот это думаю тоже будет очень красивое изделие шапка это все будет у меня шапки достойная конечно пряжа нужно носить ее аккуратно если вы приобретаете данную пряжу например на плечевое изделие то конечно нужно понимать что в подмышках на рукавах вот на этих местах у вас будут скатываться шерстинки будет пеленговаться изделие у шапки это затылочная часть там где шапочка соприкасается с воротником с шарфом если вы носите шапку под капюшон который внутри имеет какой-то утеплитель знаете бывает такие флисовый капюшон внутри там конечно тоже шапочка будет истираться это деликатное изделие будет но оно вам прослужит из этой пряжи и сезона 3 только нужно просто носить ее аккуратно и не в хвост и в гриву а носить ну на выход куда-то в город например если вы пошли куда-то на рынок по делам то может быть не стоит такую шапку надевать а иметь в арсенале помимо вот такой эксклюзивной дорогой шапки еще какое-то изделие попроще собственно так же как мы поступаем с обувью какая-то обувь подороже на выход и попроще обувь главное чтобы она была комфортная вот такая прекрасная пряжа буду вязать также хочу показать но уже к сожалению дырки я приобретала в этом сезоне перуанскую толстую пряжу в моих в моем видео в навязанных изделиях я показывала вам что я связала комплект из синей вот такой пряжи из серы у меня шапка и вот такой комплект у меня был связан на заказ то есть вы видите что я приобрела две пряжи у одного производителя rainbow bird это была акция мне захотелось испробовать эту пряжу и на заказ я вязала из производителя wool and mania эта пряжа называется keep come this wool эта пряжа называется rainbow wool характеристики по пряжу у них абсолютно идентичны 200 грамм 80 метров по количеству петель в сантиметрах тоже они очень близки а какое мое впечатление о всей этой пряжи так переверну по цвету то есть вы видите у меня два цвета одного производителя один другого и я вначале купила вот эту пряжу вначале она пришла ко мне думаю да мягкая хотя на ощупь конечно такая суховатая но так как это меринос он не колючий он просто такой немножко грубоват на ощупь нет такой шелковистости как например вот от мечи малабрига и потом ко мне приехала вот эта пряжа я поразилась насколько одна и та же пряжа у разной производителя может быть разная то есть та же ровница толстая пряжа перуанская у этих производителей даже цвета подбор цветов одинаков но в уландмене я предпочту в следующий раз если мне понадобится покупать вот такую толстую перуанскую пряжу то я ее приобрету здесь конечно вот эта пряжа немного дороже чем эта но разница у них в 100 рублей за моток то есть ну совсем не существенная на ощупь она очень близка вот к мече ну хотя это еще шелковистее но если сравнивать вот с этим производителем то вот это по качестве не будет и вяжется она в связи с тем что более шелковистая вяжется она легче скользит по спицам вяжется легче лучше одна один моток одно изделие шапка или один снуд в один оборот если вам нужен снуд в два оборота вам нужно два мотка шарф это два мотка мы пробовали вязать вот из этой пряжи из одного мотка снуд в два оборота я вязала невысоким по-моему это было 13 петель ну я набрала 13 петель и вязала его в длину пока мне не выйдет вся нить но он получается достаточно тугой на шее остается надежда на то что он подтянется и это конечно произойдет так как у нас пряжа натуральная тем более меринос он слегка подтягивается вязала я английской резинкой вот такая пряжа я здесь отрезала бирку но спицы я купила для толстой перуанской пряжи диаметр 10 диаметр 12 на спицах не написан размер поэтому мне приходится их хранить вот с этими бирочками потому что на глазах не всегда можно понять какого они диаметра если у меня появятся еще одни толстые спицы то я вообще в них запутаюсь поэтому я их вот так и храню вязать значит леска здесь написано леска 40 спицы номер 10 как вы видите от производителя rainbow bird в улэнд менее тоже продают спицы у них они стоят дороже не знаю в чем будет разница качественная но я купила вот эти чуть-чуть подешевле изделие я вязала на спицах номер 12 10 мне не пригодились трудно вязать конечно на толстых спицах с непривычки но потом втягиваешься привыкаешь особенно трудно когда там закрываются петли переставлять со спицы на спицу я использую дополнительно для этого там куда спицы поддеваю чтобы петля не убежала но в целом вполне комфортное вязание на таких спицах также хочу вам показать вот таких два мотка это пряжа производитель гидифро корди мерина экстрафайн 210 это длина нити есть такая же нитка по-моему потолще здесь будет другая цифра какой здесь состав 95 процентов virgin wool superwash 5 процентов парамида видим это для прочности чтобы не спровоцировать растяжение нитки 50 грамм 210 метров то есть нитка достаточно тонкая я взяла для палантина это пряжа шнурок вот такой он воздушный слегка вот так пружинит при вязании она будет чуть-чуть потоньше чем сейчас выглядит из-за того что это шнур он объемный при вязании конечно вы же натягиваете нить и он будет потоньше в полотне но из-за того что это шнур объемный полотно будет очень как бы пушист пышным пышным и в то же время оно будет более теплым потому что шнур внутри имеют такие воздушные полости там дополнительно сохраняется воздушная прослойка тепловая этот цвет сейчас я скажу 3 0 19 передается нет на камере но это такая пыльная роза очень очень бледная слегка с меланжевым таким переходом с легким легким очень деликатно вот такая пряжа и лария производитель арка болена стопроцентная переносовая шерсть цвет 16 это пряжа ровница такой скрутки она имеет более суровый вид в отличии вот от этой пряжи буду я их вязать вместе эффект получается очень хороший здесь появляются вот такие слегка сиреневатые тона вот там внутри тоже будет это будет шарф здесь сейчас я скажу длину 50 грамм 190 метров буду сочетать эти две пряжи вместе получится очень красивое изделие ну что же я вам показала все свои покупки на сегодняшний сезон которые сделала спасибо вам за просмотр моего видео надеюсь оно вам было полезным понравилось ставьте лайк подписывайтесь на мой youtube канал ставьте уведомления о выходе новых видео чтобы не пропустить спасибо вам за просмотр удачных вам проектов до новых встреч пока до новых встреч пока